Ну что ж, друзья, настало время представить вам наших сегодняшних гостей. Итак, знакомьтесь, одна из лучших электронных групп Санкт-Петербурга, играющая танцевальную музыку живьем, Ронин Бита, точнее, Александр Ронин, Илья Дмитриев и Анатолий Нестеров. Доброе утро! Доброе утро! Привет всем! Ребята, ну, у нас традиционный вопрос ко всем гостям. Утро у нас доброе действительно начинается оно в 7 утра. А вот у вас, у людей, которые живут ночной жизнью, во сколько утро-то начинается? Ну, я бы не сказал, что мы живем ночной жизнью. Мы живем, как все нормальные люди. Мы ложимся вечером спать, утром просыпаемся. Только когда мы выступаем, естественно, мы просыпаемся немножко позже. Собственно говоря, да. И не всегда мы ночью выступаем, на самом деле. У нас бывают и дневные концерты. И вечерние мероприятия, да, то есть там по-разному. Ну, вы уже в восьмой раз на Сахалине, но в этот раз в восьмой вы не дуэтом, как обычно. С вами еще и Анатолий Нестеров. Это барабанщик. Вот расскажите, пожалуйста, что за программа будет и почему вот сейчас, в этот раз, вы в таком составе? Потому что приглашающая сторона, вот Куба Ура, нас захотели видеть в более широком, так скажем, формате. И мы приехали с барабанщиком, потому что это будет несколько другая музыка, это будет более такая драйвовая музыка. Может быть, даже более рок-н-ролльная, что ли, я бы так сказал. Анатолий, ну скажи, пожалуйста. Анатолий, они уже на Сахалине не рады, они уже знают, Сахалин и Сахалин. Как бы банально это не было. Ну, Саша правильно сказал, скажем так, в двух словах, да, он сказал, что музыка будет другая. Ну, не совсем так, она не будет другая, значит, просто будет дополнение гармоническое, значит, к электронным сетам. Сеты-барабаны, ну, сыгранные вживую. Вот, скажем так, в Питере мы выступаем и довольно-таки часто, ну, вот таким составом, да. Вот, хотелось показать здесь, появилась эта возможность, чтобы это реализовать, вот, благодаря нашим партнерам, да, встречающихся, принимающихся в стране. Это возможно на сегодняшний день, соответственно, вот, те, кто придут на выступление, ну, почувствуют, увидят и услышат. Во-первых, это смотрится несколько по-другому, да, вот. Во-вторых, ну, действительно, саунд другой, правда. Вот, ну, в-третьих, это гармонично дополняет, значит, как электронное звучание, да, то есть, ну, звучание живое. Ну, кстати, по поводу вот живого и электронного звучания. Многие же спорят, что, как бы, невозможно электронными звуками сделать живое что-то или наоборот. То есть, есть ли какие-то противники, я не знаю, у вас, которые говорят, нельзя так делать, надо либо живую музыку играть, либо электронную. Мы против всяческого снобизма в творчестве. То есть, мы из-за эксперимента, и поэтому мы можем делать все, что угодно, главное, это... А у нас достаточно большой опыт и позитивный опыт работы, поэтому мы, как бы, так не считаем. И кто так говорит, мы не слушаем таких людей. Понятно. Потому что многие, наоборот, ищут этот симбиоз электронный или живой. Мы ничего не ищем. Нет, я прослушаю его, наоборот. Вы не поиски, вы не находитеесь в поиске, например? Всегда, навсегда. Музыканты, наверное, всегда в поиске. Но я к чему сказал, что мы ничего не ищем? Вот оно вот так вот. И чтобы оно было вот так вот, то надо прийти, посмотреть, послушать и увидеть. Конечно. А вот и все. Ну, все-таки, вот, опять-таки, Анатолий, к вам возвращаюсь. На Сахалине ребята уже не первый раз. Ну, вы первый раз. Вот расскажите свои какие-то впечатления о сахалинцах, о Сахалине. Наверняка же рассказывали вам коллеги ваши. Ну, конечно, рассказывали, безусловно. Вот, ну, скажем так, сегодня еще удастся посмотреть, опять же, то есть то, что хочется лично мне, вот, хочется посмотреть красоты Сахалина со стороны гор. Вот, если это будет возможным. Оно будет, я надеюсь, возможным, да, потому что, ну, вот это нужно посмотреть. Не быть здесь и не посмотреть, то есть это, это нехорошо. Сделать пару кадров. Значит, люди гостеприимные, ну, вопросов нет, на самом деле, все очень здорово. То есть приятно, вообще, на самом деле, поразило, большое спасибо строителям всего мероприятия, да, значит, уровень встречи, на самом деле, уровень подачи. Вот приятно, просто хочется отдавать столько же позитива, сколько вот в тебя вложили, что называется, вчера, сегодня, ну, то есть, ну, в этом есть. И еще будет вложено. Еще будет вложено, да. Кстати, вот о позитиве. Вообще, как вы считаете, в России люди приходят в клуб, чтобы музыку послушать? Или у нас еще не настолько продвинута танцевальная вот эта вот культура? Понимаете, у нас, скажем так, клубная культура, она, конечно, отличается от той культуры, которая существует за рубежом, да, наверное, все-таки. Но вот у нас люди, они, а, говорят все вот другие, да, но ничего не другие, просто, ну, не умеем мы так вот относиться, значит, и вести себя, как бы, в клубах, да, как вот люди за рубежом, наверное, вот, соответственно, у них восприятие другое, да, то есть они, в первую очередь, приходят посмотреть, послушать, вот, уже потом поесть. Но у нас вот получается как-то все наоборот, либо просто, ну, тупо. Да нет, есть хорошие примеры. Но я не говорю про негатив, опять же, я говорю о том, что сейчас, на самом деле, тенденция-то давно меняется, потому что есть... Эволюционируем? Конечно, вот, и прогрессив в этом плане, ну, то есть он виден, ну, например, по питерским, по московским клубам, вот, я думаю, что здесь то же самое, вот для этого мы и здесь. Вот и все. Нет, я думаю, немножко иначе, дело в том, что есть разная культура вообще отдыха, в принципе, и поэтому какие заведения какому уровню отвечают? Кому-то просто, извините, напиться водки и поплясать под пампинг голландский, то есть, или вообще непонятно под что, то есть, главное, чтобы это громко играло, там уже непонятно, что, то есть, это вкус людей не как бы не воспитывается, а просто на потребу дня, грубо говоря. Вот, а есть совершенно другого толка заведения, зависит от людей, которые занимаются устроительством таких заведений, поэтому если у человека есть вкус, он этот вкус как бы культивирует массы, он приглашает соответствующих артистов, то есть, это совершенно разные вещи. Безусловно, у нас очень много в России вот этого вот ширпотреба, это факт, и люди не имеют культуры, они ничего не прививаются, потому что все, ну, как бы, естественно, все заинтересованы зарабатывать деньги, но в то же время. Ну, вот извините, что перебью, ну, а может быть, дело еще и в музыкантах, я не про вас опять-таки говорю, может быть, есть музыканты, которые готовы, чтобы, наверное, под них приходили, и под них просто, как вы говорите, или... Ну, дело в том, что здесь, у нас опять же проблема в том, что у нас это все не столько музыкальная культура, сколько диджейская. Да, да. И поэтому сейчас немножко, это уже другой вопрос, потому что у нас каждый, там, у себя уже 15 лет знаменитого диджея, и все уже просто, уже там, диджеи, диджеи, то есть, это уже, на самом деле, переизбыток рынка, и сейчас, действительно, я даже не из моих слов, то есть, процитировать там людей, которые занимаются промоутерством, что рынок настолько пересыщен, что диджеи просто стали неинтересны. Все эти эксперименты с саксофонистами, с диджеями, с гитаристами, с диджеями, это уже столько все перепробовано, вокалисточки, там, диджейчики, там, проливали, все это интересно, конечно, но уже это неинтересно настолько, сколько было интересно 5 лет назад, там, 10. Продолжение следует... Друзья, я напомню, что у нас в гостях питерская, питерская группа Running Beat, и мы продолжаем нашу беседу, естественно. И вот сейчас хотелось вот такой вопрос задать вам. Все-таки на Сахалине вас знают, Running Beat, все-таки и в Петербурге, и во многих городах вас приветствуют, у вас есть свои фанаты, не отрицайте, есть они. Вот, скажите, вот был ли такой момент, что вы поняли, что да, на каком-то уровне вот мы знамениты? Вот пришло это, или как бы вы не задумываетесь, делаете и делаете? Честно говоря, сложно сказать, но нет, так вот, например, чего точно не было, это не было такого, как мы проснулись утром и поняли, что мы их знамениты. В газетах моих программах? Такого точно не было. Ну, а вообще, как бы, какой-то уровень популярности, узнаваемости, безусловно, присутствует. Но я, например, про себя скажу, я никогда об этом не задумываюсь и вообще об этом не думаю. То есть, может быть, это не очень правильно, потому что это не является таким стимулом для какого-то такого, промоутерства, самопровяжения, может быть, здесь этот стимул какой-то определенный, ну, не знаю. Ну, во всяком случае, мы существуем, мы занимаемся любимым делом, как бы нам это нравится, и, видимо, безусловно, какая-то есть реакция из внешнего мира на это. Ну, порой приятно. Нет, так это приятно сто процентов. Почему нет? А, нет, когда узнают, ну, я не знаю, кто себя, да. Неприятно, когда узнают. Нет, я думаю, что если бы мы нас узнавали на каждом углу, то это было бы, наверное, не очень приятно. Не представляю. С кем бы вы хотели, например, я не знаю, вот с какой-то группой или с каким-то артистом или с каким-то диджеем, я не знаю, вот в паре выступить? Паре? Есть такое? С Джессикой Симпсон. Чтобы она что делала? Пела? Шутка. Ну, вообще, с кем бы мы хотели выступить, я, честно говоря, даже не думал, ну. Ох, с кем бы? Это каверзный вопрос. Шутка хороших музыкантов. Да, очень много. Честно говоря, я вот, нет, я никогда не думал об этом. С кем бы я хотел выступить? Пожелайте что-нибудь сахалинцам и вашим фанатам с утра пораньше, чтобы они проснулись, посмотрели, и вот у них настроение прям вот поднялось. Верьте, верьте в любовь и во все самое хорошее. Признать, что помощь, она всегда приходит, даже когда ее не ждешь. Просто нужно уметь ее найти, и это не будет протрудные моменты жизни. Вот, то есть, на самом деле, мы рождены быть счастливыми в любой ситуации. То есть, не парьтесь, все будет хорошо. Любите музыку, слушайте ее побольше. Больше слушайте хорошей музыки. Ну что ж, друзья, я напоминаю, что у нас в гостях был питерский коллектив группы Ronin Beat, Александр Ронин, Илья Дмитриев и Анатолий Нестеров. Спасибо вам за интересную беседу. Думаю, что в будущем мы будем ждать вас уже в девятый раз в полном составе, в таком же. Но мы бегаем. Спасибо вам. Но мы двигаемся далее, не переключайтесь.